Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую на нашем очередном вебинаре. И сегодня мы далее раскрываем тему наших продуктов PowerMatrix. Также вы сегодня услышите о некоторых новых продуктах, которые сейчас подготовлены к зап, которые у нас находятся в производстве, о которых вы еще не слышали. И в целом по нашей концепции продуктов информационной. И я с удовольствием приглашаю к мерафону председателя научно-экспертного совета компании кандидата медицинских наук Любовь Викторовна Засорина. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно, что вы в субботу находитесь время с нами пообщаться. Действительно, мы все лето говорили о энергоинформационной составляющей наших продуктов, что нашим российским ученым удалось создать удивительные вещи, с помощью которых они записывают матрицу здоровых клеток, глаз, органов, внутренних органов на кластеры воды. И таким образом, это энергоинформационная составляющая, которая доносит эту информацию до клеток нашего организма, вызывает процесс регенерации и восстановления наших тканей. Но у нас еще помимо вот этой продукции, значит, матрикс Визум, матрикс Лор, матрикс Сальвитом. У нас еще будет целый ряд продуктов, которые заставляют, ну не то, что заставляют, а дают такое представление, немножко новое для врачей, не то, что для людей, которые вообще не касаются медицины. Да, конечно, энергоинформационная составляющая, она доходит до наших клеток, и клетки запускают те программы, которые им нужны, потому что я вам тоже говорила, что клетка является биокомпьютером, который сама принимает решение, какой процесс и в какой последовательности запускать. Но достижение наших ученых, ну и только наших ученых, это мировой опыт, говорит о том, что за последние два десятилетия представление о гомеостазе, гомеостаз, это вот как должен работать наш организм, как он работает, как он должен работать, как общается все между собой. И вот эти представления, когда мы проходили в институте физиологии, ты, что там, ну, грубо там, руку сгибаешь, и тебя, для того, чтобы тебя согнулась рука, ты должен об этом подумать, нервный, и пусть пройдет, рука согнется. Вот эти такие вот уже представления, они уходят на второй план, и современные представления – это молекулярный язык для обмена сигнальной информации между всеми клетками, органами в нашем организме. Вот этот вот как раз сигнальный момент, чтобы вот этот язык молекулярный, молекулярный – это молекула воды 10,9 степени, ну, чтобы вы представляли, одна миллионная миллиметра. То есть вот такой вот уровень обменной информации не может существовать, как бы, ну, в больших объемах. То есть действительно объем информации, он колоссальный, поэтому он должен передаваться очень быстро в нашем организме. И вот с помощью выявления вот этого молекулярного языка сигнальной информации между клетками и тканями, органами, они стерли границы между основными системами в нашем организме – нервной, иммунной и эндокринной. Если мы раньше считали, что нервная система – это нервная система, эндокринная система – это эндокринная система, иммунная система – это иммунная система, то сейчас современная биомедицина занимается тем, что она рассматривает эти три системы как единую. И это направление в биомедицине сейчас называется нейро-эндокринология. То есть и нервная ткань вырабатывает определенные импульсы и гормоны, и иммунная система тоже самое, они работают вместе. Вырабатывает определенные клетки иммунной системы, тоже вырабатывает гормональные факторы, но лучше гормональные системы, тем более. И нейро-эндокринную систему, очень интересно назвали, которая принадлежит роль универсального дирижера всех процессов жизнедеятельности. То есть, когда мы с вами начинаем употреблять матрикс с салитом, который является универсальным продуктом, который содержит информацию о всех клетках и тканях нашего организма, да, мы передаем информацию к клетке, но мы воздействуем еще как раз на этот нейро-эндокринный организм, потому что каждая ткань содержит нейро-эндокринный механизм, каждая ткань. Даже больше я скажу, вот вы закапываете капли себе в глаза в матрикс с визу, это доказано. Если это попадает в мозг, идет реакция на весь организм в целом. Вот это информационное воздействие, оно не только оказывается на ваши глаза, а в ту же там практически секунду, скорость передачи 300 километров в секунду этой информации. То, что попадает в мозг, попадает везде. То есть, каждая клетка, 60 триллионов клеток в нашем организме, является нейро-эндокринной системой, потому что в ответ на это раздражение как бы синтезируются определенные гормоны и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта наша продукция, она очень показательна в плане современных подходов в медицине. Это очень сложные, конечно, механизмы, это огромное количество гормонов, это огромное количество предгормонов, релизинг-факторов и так далее. Но мы не будем это усложнять. Мы просто должны понять, что наш продукт, он работает на информационном уровне, да, клетка это получает информацию, но запускается как скат нейро-эндокринных, решение нейро-эндокринных проблем в нашем организме. Вот этот целый комплекс запускается. И поэтому вот эта система присутствует в каждом органе и ткани нашего организма, практически каждая клетка является, еще раз повторюсь, нейро-эндокринным органом. И, значит, сегодня мы поговорим о таком очень интересном продукте, как Матрикс Кордин. Это продукт, который помимо того, что он содержит, опять же, с помощью многоэтапной энергоинформационной обработки, была специально обработана вода, туда было введено, значит, очень интересно, туда ввели информацию, снятую с эмбрионального сердца. Поскольку эмбриональное сердце, оно очень универсально, потому что вся эмбриональная ткань, поверьте, я просто этим много занимаюсь, клеточной терапией уже почти 20 лет, эмбриональная ткань содержит факторы роста, эмбриональная ткань содержит определенные гормоны, информация о них в нашем случае, и так далее, и так далее, и так далее. И вообще сердце – это очень сложно устроенный орган, но это тоже нейроэндокринный орган. Вот, и поэтому считается, что даже научная доказанность, то есть сердечная мышца может регенерировать только когда у нас есть, пока мы в утробе мамы. Как только мы рождаемся, регенераторные способности кардиоцитов уменьшаются, вот, и они просто увеличиваются в объеме, но новых очень сложно образовывать, и поэтому после инфарктов образуются рубцы, потому что гибель кардиоцитов, после инфаркта кардиоциты не регенерируют. Вот, но вот мы нашли такой интересный выход, потому что это были проведены научные исследования в Америке и в других научно-исследовательских центрах, и было доказано, что процесс регенерации кардиоцитов работает только до рождения. Вот, а у взрослых людей, к сожалению, этого не происходит. Поэтому наши ученые с помощью вот этого уникального оборудования записали матрицу эмбрионального сердца, и эта матрица, поскольку она содержит первоначальный, скажем, источник информации, она находит уже поврежденные кардиоциты, поврежденные, ну, там сердце, это огромный, это очень сложно устроенный орган, нейроэммуноэндокринный, но в левом, в правом желудочке сердца находится эндокринная система, которая представлена клетками, в клетках предсердия специальными клетками, специальными клетками, не буду называть их названия, вот, что делают эти иммунные клетки. Когда кровь проходит через сердце, эти клетки получают информацию и выбрасывают гормоны, которые регулируют в нашем организме давление, мочегонный эффект, или наоборот, задержку жидкости. Сосуды расширяющие действия оказываются, тоже все за счет выработки определенных гормонов, ну, предположим, мочегонный эффект, это определенные гормоны вырабатываются, которые воздействуют на почку и на микроны почки, и получается мочегонный эффект. Если какое-то есть нарушение, то наоборот, мочегонный эффект, а снижается выработка мочи для того, чтобы задержать жидкость в организме и давать ей уходить, чтобы не падало дальше, предположим, давление реальное. Вот, основная задача, сердца, основная задача сердца это поддержание водно-электролитного гомеостаза и регуляция артериального давления. Поэтому в медицине есть такое понятие гипертония истинная, это гипертония, которая сердечная, как раньше мы ее называли, когда давление верхнее, предположим, 160-180 на 80, не выше никогда 90, это как раз эссенциальная гипертония, первичная. Но ее очень мало, первичная гипертония. Как правило, гипертония всегда сочетанная из заболевания, при котором и верхнее давление повышено, и нижнее давление повышено. И вот, когда, предположим, давление 40-50-160-90 на 100, то как раз говорят о почечном характере гипертонической болезни. Теперь уже становится тоже понятно, более понятно эти механизмы не только за счет почек, хотя почки тоже очень сложно устроены, и это органы, которые не только, мы ходим, извиняюсь, по маленькому в туалет, но это почка, это органы ретропоеза, то есть ретропоезин вырабатывают для кровотворения, для нашего. Почка – это наше прямо хоргение, почки – это ну, это наш обмен натрия, кальция и так далее, и так далее, и так далее, то есть синтез огромного количества гормонов. Вот, но в том числе всем этим процессом в почках по контролю артериального давления выполняет сердце. Правый желудочек, больше всего этих клеток находится в правом желудочке, вот, и основная задача – это контроль артериального давления. Вот, поэтому, когда нужно задумываться о своем сердце, о своем сердце нужно задуматься как можно раньше. А сейчас огромная проблема, сердечно-сосудистая патология будет стоять в течение ближайших 10, 15, 20 лет, потому что дети сидят за компьютерами, молодежь сидит, все сидят, неправильный образ жизни, мало кто занимается активно спортом. Когда мы учились в институте, нам наши педиатры говорили, что если ребенок сидит до 3 лет, больше 3 минут, он умолен. Почему-то ему не хватает сил, чтобы двигаться. поэтому вот этот образ жизни сидячей, здесь передача была хорошая, если хочешь быть здоровым, закаляйся, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоровым. То есть, если вы хотите, чтобы вы долго не старели, не старела ваша сердечно-сосудистая система, если вы хотите, чтобы у ваших детей не было проблем с сердцем, с сосудами, об этом нужно думать, очень рано начинать. Вот, то есть, для детей что опасно для сердца? Любые инфекции. Если мамочка, не дай бог, болела какой-то инфекцией во время беременности, любым ОРЗ-гриппом это отражается на ребенка. Если ребенок часто болеющий, не надо ждать, пока поставят диагноз миокардит или ревматизм или еще какую-то неприятную ситуацию можно поймать через инфекцию. Вот, поэтому детям, если он заболевает, болел, хотя бы во время болезни, там 5-6 капель надо капать на 50 миллилитров воды и давать ему 2-3 раза в день, чтобы, не дай бог, никаких осложнений. Если что там, городских детей ослабленного иммунитета, то, конечно, это нужно сделать, потому что, если, не дай бог, какая-то инфекция разорвется, то это потом будет сужить неприятности. все дети, которые перенесли операции по поводу на сердце, сейчас огромное количество патологий сердца делают операции, там, первый год жизни, даже месяц жизни спасают их. Конечно же, этим детишкам тоже нужно, чтобы восстанавливать физиологию сердца, потому что операции есть операции. Дальше, подростковый возраст. Огромное количество опасностей, люди начинают входить во взрослую жизнь, начинается курение, начинается алкоголь, начинаются вредные все привычки и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, они в это время непослушные, но, если мама хотя бы раз в день сама проявит активность кидать своему сыну или дочери в матрике с кардиом, то она тоже потом ей скажет спасибо, и дочка потом скажет спасибо маме за это. И, конечно же, огромное количество спортсменов, подростков, детей, которые занимаются спортом. Огромное количество сейчас, слава Богу, спорт начали возрождать, но любые физические упражнения это, прежде всего, сумасшедшая нагрузка на сердце. Вот, поэтому, если ваши дети или внуки занимаются спортом, я не говорю, просто фитнес ходят там два раза в неделю, ноги поднимают, вот, или руки качают, а именно спорт практически профессиональный, ну, даже любой, если там три раза в неделю ходишь на баскетбол или волейбол, то уже все равно определенная физическая нагрузка, тренировка, как правило, идет до двух с половиной часов. Вот, поэтому, если вы с вами спортсменам, хэппиисты, баскетболисты, волейболисты, все люди вот, все, кто качается, штангисты, ну, и так далее, вообще все, спорт это, это ранний износ системы, поэтому, спортсменам очень нужно, сейчас вот, насыпают, ну, передают часто достаточно, внезапная смерть у футболистов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому берегите своих детей, берегите своих муков, берегите их сердцем, это абсолютно безопасный продукт, который будет восстанавливать, вы уже поняли, что, нейроиммунную эндокринную систему нашего сердца и тем самым не давать развиваться сердечно-сосудистой патологии. Потому что, когда, сейчас у нас давление у некоторых уже начинает повышаться в 35 лет, это, конечно, очень плохо, потому что это воздействует отрицательно на работу сердца, сердце напрягается, мышцы сердечные напрягаются, если за 5 минут сердце качается кровь, если за сутки у вас качается несколько тонн крови, то понимаете, какая нагрузка, какую нагрузку вы увеличиваете просто, не следя за своим артериальным давлением. Затем, ожирение. Сейчас огромная проблема, метаболический синдром. Вот это абдоминальное ожирение, когда объем талии становится больше, объемы йодер, как раз приводит к раннему развитию сердечно-сосудистой заболеваний, сахарному диабету и так далее, инфарктом. Поэтому ученые посчитали, что проблемы с сердцем, это уже, если вот сейчас не заниматься своими детьми, это уже будет инфарктом, 40 лет. Вот, это очень серьезно на самом деле, поэтому я еще про пищу не говорю, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот этот продукт, матриц кардиум, это настолько актуальный продукт, просто нет ни одного человека, который не должен его просто с профилактической целью хотя бы один раз в день принимать, если даже ничего не болит. Девочки, боляющие ангинами, и так далее, и так далее, и так далее, женщины молодого возраста, после родов, 30 лет уже начинается изменение миокарда, кардио, как бы, кардиопатия, она незаметно протекает, ну, так поколит, что-то тяжесть какая-то, иногда так и кардика бывает, и так далее, и так далее, и так далее, но это уже звонки, которые говорят о том, что в сердце начинаются какие-то не очень хорошие процессы. Поэтому не нужно узнать этих звонков, не нужно узнать гипертоническую болезнь, не нужно узнать стонокардию, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что при, вот, когда сердце стали рассматривать как нейроиммунно-эндокринный орган, оказалось, что когда у человека уже развивается сердечная недостаточность, ну, это уже люди просто 65-75-80 лет, это отражается вообще на всем организме в целом, ну, это понятно, застой, застой в венозном кровообращении, приводит к поражению кишечника, токсины дополнительные попадают в кровь, наступают, ну, в общем, понимаете, это целый, глубокий проблем развивается, зачем их ждать. Поэтому матриц-кардиум это такой народный продукт, которым нужен каждый день дома. Просто утром встали, налили всем, мамы там, или жены, налили всем по 50 грамм воды, растворили туда 15-10, 12-15 капель матриц-кардиум, и идете все спокойно на работу. Если у вас какие-то есть проблемы, если есть уже повышение артериального давления, особенно у женщин в преклимакс, климакс и постферматерические расстройства, женщины в этот момент зарабатывают сердечно-сосудистую патологию в течение 10-15 лет. Поэтому, милые дамы, если вы будете матриц-кардиум пить, то к 60-65 годам у вас не сформируется шимическая болезнь сердца, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это на самом деле очень серьезно, очень серьезно, потому что сердце руководит всем кровотоком, всем кровотоком и мозговым кровообращением, и внутриглазным кровообращением, всем, понимаете, питание зависит от качества нашего сердца и второе от качества наших сосудов. Поэтому второй продукт по востребованности, и по профилактическим свойствам, ну, я уже не говорю, что матриц-кардиум это сердечная недостаточность, это уже пожилой возраст, это люди после, это люди с ишемической болезнью сердца, стонокардии, после с аритмией, с тахикардии, то есть аритмия, тахикардии тоже говорят о нарушении питания и иннервации и нейроэндокринной регуляции, понимаете, сердце, не просто так что-то происходит, поэтому и самое главное это профилактика повторного инфаркта, миокарда, то есть это целый комплекс, это целый бюкет, который вы можете остановить, я уже не говорю там про эти бляшки и так далее, и так далее, это все, понимаете, это все начинает формироваться очень рано, мы еще будем об этом говорить, но поверьте мне, что это все начинает формироваться очень рано и связано это не только с тем, что мы там идем же внукич, у нас повышается холестерин, опять же нейроиммунная эндокринология, это такая достаточно новая наука, она доказала, что атеросклероз это системное заболевание, которое поражает весь организм в целом, системное заболевание не бывает от холестерина от одного, там огромное количество факторов, гормональные факторы, и факторы свертывающей системы крови и так далее, и так далее, и так далее, в том числе заболевание, хроническая инфекция, которая вызывает оксидантинные стрессы, всевозможные стрессы и так далее, и так далее, и так далее, то есть не думайте, что ишемический атеросклероз это когда вы едите сливочное масло, скорее всего, когда вы едите пальмовое масло, вчера как раз опять показывали эту тему, вот, так что я хочу сказать, что это длительный процесс, вот, который запускается уже после 25 лет, даже раньше, сейчас атеросклероз запускается, потому что люди едят фастфуд, весь фастфуд, все, все продукты из консервов, пакетиков, мешочков и так далее, очень опасно в плане развития многих болезней, не только поражений сердца, вот, поэтому прием матрифскардиум, я считаю, что это просто в каждой семье на столе должен стоять и утром, вечером, перед сном все приняли, если вы принимаете препараты, то в течение двух-трех месяцев, ну, соблюдение правильного питания, это мы тоже потом об этом говорим, при принятии матрифскардиум, коронар, это вот следующая, сейчас я вам скажу, продукция по сосудам, вот, то вы заметите, что у вас будет улучшаться артериальное давление, оно будет становиться более стабильной, без склонности к гипертоническим кризам, и таким образом на фоне приема матрифскардиума вы сможете минимизировать, но не отменять все хронические болезни, нельзя отменять никогда препараты, которые нормализуют артериальное давление, сердце будет восстанавливаться, все оставшиеся жизни, у тех людей, у которых нарушены процессы, поэтому вы не имеете права сразу что-то бросать, у нас прям все любят все бросать, не надо ничего бросать, надо дозы уменьшать, но бросать лекарственные препараты нельзя, сердечные препараты это препараты жизненные, поэтому сердце, если оно встанет, то все, вот, поэтому нас учили тоже правильно, можно терпеть любую боль, кроме сердечной, потому что только сердечная боль дает страх смерти, вот, поэтому не надо над собой проводить никаких экспериментов, вот, ну, это мы просто прочитаем летки более подробных по сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее, поэтому я просто хочу сказать, что матрис кардиум это великолепное профилактическое средство в любом возрасте, не важно, когда вы это начнете, 5 лет в год, 25 лет, 85 лет имеет значение, все равно вы будете запускать улучшение качества своих кардиоцитов и улучшение качества работы своей нейро-иммунной эндокринной системы сердца. Вот, ну, и, конечно, очень интересно, это наши сосуды, которые есть везде, вот, и без них никакая информация никуда не дойдет, поэтому здесь то же самое, взяли эмбриональные сосуды, сняли с них информацию, сняли информацию с самых главных сосудов, это эндотелий сосудов. Эндотелий это такая оболочка, которая выстилает абсолютно все сосуды, начиная от самых мелких капилляров, которые там объем 1 микрон, и заканчивая от аорты, брюшной аорты, сердечной аорты и так далее, легочные артерии, они очень большие эти сосуды, но брюшная аорта, она где-то вот такая вот, вот я вам сейчас покажу, вот такая вот, вот такая брюшная аорта, и там кровь движется со скоростью, ну, под давлением 120-130 на 80, понимаете, поэтому это огромнейший сосуд, с огромной здоровой такой стенкой, хрящеподобной такой мы видели просто, ну, естественно, где, вот, поэтому я хочу сказать, что крупные сосуды, ладно, но самая наша жизнь зависит от капилляров, потому что каждый капилляр практически, ну, так раньше, как мы говорили, питает клетку, поэтому капилляры доносят информацию, забирают продукты обмена, и опять приносят кислород и питательные вещества, поэтому эндотелий сосудов должен быть идеален, он до 25 лет эндотелий считается идеальным, то есть это ровный такой, ну, как бы представить себе трубочку, и в этой трубочке такая ровная гладкая поверхность, вот так выглядит эндотелий сосудов, но с возрастом он начинает истончаться, этому способствуют стрессовые ситуации, ну, вы все сами все знаете, курение и так далее, и так далее, то, что я говорила про сердце, все подходит как раз и сосудам, и начинает, он начинает истончаться, что приводит к его повреждению, его повреждению и нарушению целостности эндотелия сосудов, значит, и в результате этого, если вы идете на УЗИ сосудов шеи, там, головы и так далее, ног, то вам говорят, что у вас базальная мембрана уплотнена, мембрана утолщена, или эндотелий сосудов изменен, ну, это первые как бы штрихи к началу сосудистой патологию, эластичность сосудов, эластичность сосудов, то есть, эндотелий сосудов, это, грубо по-моему, течет наша кровь, и чем лучше он, тем кровь лучше течет, скорость кровотока и так далее, но самое еще тоже главное сосудов, потому что сосуды, они все простенные, это мышечный слой, вот, и так далее, и так далее, ну, самое главное это эластичность наших сосудов тоже определяется коллагеном эластином, в 20 лет самый высокий уровень эластина в сосудах, в 20 лет, к 30 годам он начинает постепенно снижаться уже где-то на 5-8%, и самое главное, с возрастом у нас еще изменяется и физико-химический состав самого коллагена, то есть коллаген становится не такой эластичный, как он был, мягкий, подвижный, то есть вот сосуды, они вот эластичные сосуды, вот, вот, верхний, 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 вот это и есть эластичный сосудов, а коллаген начинает становиться более жестким, и поэтому, как мы говорим, как мы говорим, игры сосудов нет, то есть когда у вас давление, предположим, повышается, то сосуды должны расширяться, когда давление понижается, то сосуды должны сужаться, вот когда нарушается эластичность сосудов, то сосуды хуже и хуже начинают на это реагировать. Соответственно, если у вас в 40-50 лет повысится давление в действие на 100, вы его не чувствуете, но когда это давление поднимется в 60 лет, то можно сразу получить инсульт, там что сосуды не отреагируют. Пока вы молоды, у вас сосуды расширились, кровоток мозговой нормализовался, во внутренних флагонах нормализовался и вы себя чувствуете неплохо. Но с каждым годом все это становится сложнее и сложнее и сложнее. Поэтому могу вам сказать, что при гипертоническом кризисе, там предположим 180 на 100, вот спазм сосудов, по которому сейчас я вам говорила, проходит в течение двух недель. То есть две недели нарушения микроциркуляции везде. Поэтому, когда люди еще не занимаются спортом, неправильно питаются, то у них, соответственно, коллаген стареет еще быстрее. В молодом возрасте мозг компенсирует стрессовые ситуации и все-все-все, но с возрастом нарушается синтез АТФ, энергии и синтез белка начинает нарушаться и белок формируется более плотный и мозг уплотняется. Понимаете, вот поэтому все очень показательно и для сосудов, ну, организм единое целое. Вот, поэтому целый комплекс влияет на наши изменения сосудов. После 65 лет резко возрастает количество кальция в аорте человека. Вот, сосуды начинают кальцинироваться. И, конечно же, важное значение возникновения сосудистой патологии – это инфильтрация стенок сосудов холестерином. Вот, эта инфильтрация приводит к тому, что постепенно будет формироваться атеросклеротическая бляшка. Она тоже быстро не формируется где-то лет 20. Вот, но все равно. Поэтому, таким образом, чтобы все, ну, во-первых, это знать нужно, а во-вторых, этим нужно заниматься, чтобы это у вас ничего не было. Поэтому прием препаратов «Матриц кардиум» и «Матриц корона» будет, самое главное, осуществлять профилактику сердечно-сосудистой патологии. Это не только головной мозг, это, ну, самое главное, головной мозг – глаза. Ну, начиная с волос и заканчивая пяток, как я говорю. То есть это и сосуд ног, и сосуды рук, и сосуды сердца, и сосуды, которые питают все внутренние органы. Это все качество жизни зависит от сосудистого русла. От качества сосудистого русла. Качество кожи, отсутствие морщинок зависит от питания кожи, от циркуляции питательных веществ кожи. Вот, понимаете, то есть сердце и сосуды – это основной, как бы, источник нашей энергии и так далее. Поэтому прием, значит, «Матриц корона», он тоже очень прост. И вы просто, опять так, 50 мл полички, добавляя туда 10-15 капелек и пьют. Но все зависит от, скажем так, от возраста, от степени изношенности уже организма, от развития хронических заболеваний. У молодых спортсмены сердца, они присосуды пьют, это профилактика, не дай бог там что-то. Вот, подростки тоже самое, они растут, у них огромная, огромная нагрузка совершенно во время пубертата, там у мальчика с 14 до 25 лет, у девочек с 11 до 16 лет, до 18. Девочек считается зрелой в 18 лет, мальчик в 25. Вот, то есть это огромные совершенно энергетические затраты организма, когда человек растет, формируются все внутренние органы. И помочь в это время, значит сохранить это здоровье на долгие годы. Ну и потом в течении всей жизни надо тоже этим заниматься, чтобы в 30-40-50 лет не было проблем со здоровьем, понимаете. Поэтому этим нужно заниматься. А уж если есть сахарный диабет первого или второго типа, то тем более, потому что при диабете вообще страдают капилляры, самые мелкие сосуды, которые отвечают за снабжение, ну скажем так, просто организма кислородом. Вот. И таким образом не разовьется диабетическая кардиопатия, не будет поражения диабетических сосудов, то есть это улучшит качество и продолжительность жизни наших пациентов. Особенно со вторым типом. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Системные заболевания, всякие воскулиты. Тоже все идут с поражением сосудов. Вот. Склеродермия. Ну огромное, практически любое заболевание наносит след на сердце и сосуды. Такого просто может не быть. Почки, печень, ну любой вот орган. Свините пальцем и попадете в сосуд. Моекозные заболевания, моекозное расширение вен, лимфостазы всевозможные. Это все тоже идет с нарушением оттока жидкости из ткани. Поэтому, даже если эти два препарата у вас стоят на столе, вы уже себе обеспечивали, обеспечивали хорошее будущее. И себе, и своим детям, и своим родственникам. Поэтому, вот такая вот у нас выстраивается линейка, там еще кое-что будет потом. Вот. Но вот даже эти два продукта, они смогут нам настолько хорошо помочь поддерживать наше здоровье. Вот. Что мы, я думаю, долго будем не стареть. Вот. Это самая основная задача. Не стареть, не болеть. Вот. Просто пить воду, которая сама будет восстанавливать, ну конечно, с нашей помощью. Вот. С нашей помощью будет восстанавливать клетки нашего организма. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 матрикс кардин мы рассчитываем есть обязательства производителей сидит седьмому октября но сейчас сейчас прилагаем усилия чтобы получить и раньше потому что в принципе ну понимаем что тут каждый каждый день дорог и поэтому постараемся чтобы это было раньше но на седьмое число у нас есть определенные гарантии по аритмиям вот как раз у моей матушки мерцательная аритмия она лежала в реанимации еле достали с того света значит что хочу сказать сразу по мерцательной аритмии ни в коем случае не отменять те лекарственные препараты которые назначены кардиологами на их фоне принимать по 10 12 капель ну кто там 23 раза в день только сможет значит подвезли разводя воде 50 миллилитров могу вам сказать что я как правило с мерцалкой вызывала ли практически каждый месяц срыв был ритма вызывала скорую помощь сейчас мы путь сдержан понимаете на небольших ну на тех дозах которые назначили врачи но все равно я наблюдаю каждый день что вот нижнее давление начало подниматься потому что обычно людей после 70 лет маме мая 78 у них обычно верхнее давление высокая низкая низкая нижняя низкая меньше 60 у некоторых меньше 50 это говорит как раз от сердечной недостаточности левый желудок левый желудочек поэтому им пожизненный прием карбина для того чтобы улучшить выброс сердечной мышцы самое главное не снимать лекарства но в течение месяца вы они буквально заметят результаты то есть это активность увеличится и все потому что вот такие препараты я мучу качество но просто невозможно одной лекции сказать что когда начинает развиваться сердечная недостаточность начинает развиваться дистрофия всех внутренних органов люди начинают сохнуть и уходит силы жизни энергия уходит вот это все уходит до сердечных проблем поэтому когда нет таких сильных проблем как бы то люди это не ощущают но вот я просто вижу по своей маме и по другим пожилым людям которых очень много вижу и вот это вот все связано с сердцем поэтому понимаете все чисто индивидуально паре дни не трогать лекарства и тогда будут прекрасные результаты а потом будем думать как все это убирать потом люди пойдут к своим кардиологам и они там ответят все что нужно понимаете будем делать правильно чтобы не испортить такие хорошие продукты до записи вебинара ведется как обычно вы сможете ссылка будет размещена в чате и вы сможете перейти и скачать прослушать еще раз вебинар да у нас сейчас не было возможно только одного-двух записи всего вебинаров остальные размещались ирина вам нужно обратиться если вы не подключены к чату компании официальному обратить к своему спонсору информационному чтобы вас подключили к чату в принципе у нас обычно а спасибо да 1 2 последних вебинара по моему не записывались основные большинство записываются выставляется на канале нашем youtube там тоже можете перейти просмотреть еще раз мы сегодня в чате развести ссылку на целом на на канал где можно посмотреть предыдущие а и по продуктам салютом ну и здесь здесь же это у нас салютом матрикс лор и и матрикс декорис у нас седьмого это крайний срок по этим продуктам сейчас по всем но здесь у нас в большей степени надеемся что более быстрее получим эти продукты мы несколько час изменили если более удобные сделали упаковку определенные пришлось технологические регламенты поменять это заняло так как определенные требования при сертифицированном производстве GMP и ISO требуется определенное действие определенные протоколами GMP вот сейчас это все технологические регламенты внесены и новые партии уже измененные мы сейчас ожидаем да мы мы тоже с нетерпением возьмем этих продуктов и отдельные отдельный праздничный вебинар мы посвятим как только будет на московском складе и естественно в тот же день мы начнем отгрузку этих продуктов по заказам регионов спасибо за внимание спасибо за ваше участие в ваши вопросы и до новых встреч следующий наш вебинар в понедельник в 18 часов по московскому времени и мы снова обратимся к вопросам развития бизнеса PowerMatrix спасибо большое до новых встреч от под готова под под ваше участие с см перед